Удар ногой в сторону. Это технически очень сложный удар. В принципе, если вы его освоите, все остальные удары ногами, скажем так, пойдут очень быстро. Это некий такой, знаете, фундамент всех ударов ногами. Ну, давайте сейчас рассмотрим, что это такое. Значит, стоим в бойной стойке. Начинаем управлять этот удар с правой ноги. То есть с дальней ноги, да. Делим его на четыре части. Значит, стоим, поднимаем бедро правой ноги вверх и разворачиваем к себе вот в таком режиме. Раз. Руки в бойной стойке. Теперь вот с этого положения, вот с этого положения, мы управляем полностью бедро и голень вперед в сторону. удар наносится полностью подошвенной частью стопы. Пальцы тянем к себе. И вот отсюда мы выпрямляем ногу. Раз. Возвращаем. И в сходную позицию. Еще раз. Вот давайте с этого ракурса, да. Раз. Подняли ногу. Тянем. Руки держим. Выпрямляем в сторону. Вернули. И в сходную позицию. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Вот такая вот структурный удар. Теперь давайте отрабатывать. Еще раз. Мы делим этот удар на четыре части. И начинаем его потихоньку реализовывать. Опять с дальней ноги. Значит, несколько ударов в правой ноге. И несколько ударов в левой ноге. Приготовились. Поехали. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Значит, при отработке очень важно два момента. Первый момент. Когда мы выпрямляем ногу, да, туловище не отклоняем вниз. За счет того, что вы отклоняете туловище, нога может выше подниматься, да. Это такая, ну, скажем так, иллюзия. То есть, такой баланс получается определенный. Это мы ни в коем случае не делаем. Стараемся держать равновесие, руки. Значит, при отработке этого удара очень важно. Еще такой момент, что нельзя очень сильно, ну, как бы в динамичном режиме, то есть, подключать таз сильно. То есть, разворачиваться в таком режиме. Туловище держим прямо, таз немножко и голень работает, как базовый элемент, да. А уже при выполнении этого удара для реализации, то вы можете уже подключать и таз, и спину выгибать там и так далее. Это уже зависит от ситуации, от тактических каких-то ваших предпочтений. Сейчас мы отрабатываем, поэтому мы это выполняем очень, ну, базово, скажем так, правильно, без лишних каких-то движений. Теперь давайте этот удар разделим на две части. Мы стоим. Правой ноги я наношу. Раз, два, три, четыре, да. Вот так, вот мы разделили. Теперь на две части. Раз, выпрямляем. Два, убрал. Еще раз. Убрал. Ножка в конце фиксирую для того, чтобы, ну, скажем так, мои ноги и вообще мое тело привыкло к этому удару и немножко сформировались те мышцы, которые мне нужны для этого удара, да. Ну, что прокачать, скажем так. Еще раз. Вот такой вот удар. Теперь с левой ноги. Значит, с левой ноги, чтобы нам удобно было заряжаться, мы меняем стойку. То есть получается право на малейшу и начинаем также работать на четыре части. То есть раз, вытянем, два, упрямляем, три, четыре. Еще раз. Раз, вытянем, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на две части, на одну часть. Раз. Выпрямили, два, убрали. Еще раз. Выпрямили, два, удали. На один счет, скажем так. Стоим, поехали. Раз. Вернулись. Два. Вернулись. Три. Вернулись. Сменяем ногу с правой ноги. С левой ноги. Вот такой вот удар в сторону. Значит, давайте этот удар в сторону попробуем на дорожку поотрабатывать. Какие есть методы, как и так далее, виды передвижения. Значит, мы выбираем небольшое расстояние и начинаем на левой стойке. Самый простой, ну скажем так, очень инстинктивный вид передвижения, то есть когда мы совмещаем этот удар, то это представленный шаг или просто обычный шаг. Значит, если мы удары сбоку, да, или прямой, мы делаем, ну, выполняем такой прямый шаг, да, и удар наносим так, или вот мы шагнули, так сбоку ноги. Да, то удар в сторону, так, ну, нельзя. В таком режиме, да, немножко неудобно. Во-первых, во-вторых, ну, за счет того, что он такой, ну, скажем так, технический, такой специфический удар в сторону, да, то вот такой шаг, он не рекомендуется, потому что, ну, открывается, то есть я пока шагну, пока ногу подниму, выкину, человек может и среагировать, там, или нанести ответный удар, там, или просто убежать. Поэтому мы шагаем немножко в другом режиме, то есть не вперед, а за ногу, да, за ближнюю ногу, то есть получается раз, тогда мне удобно и поднять ногу, и ударить ногу, и безопасно. Поэтому мы используем такой режим, мы стоим, значит, с дальней ноги шагаем вперед, добавим в сторону, поменяли стойку, опять раз, два, три, поменяли стойку, еще раз, поменяли стойку, поменяли стойку, назад, видите, раз, значит, чтобы не менять стойку, не путаться, мы можем сразу с одной ноги вот этот элемент отрабатывать, отрабатывать, да, то есть, мы, если только левой ногой вот так работаем стоим, раз, два, три, шли, раз, два, три, пошли, раз, два, три, пошли, тьф, 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 хорошо, теперь меняем стойку и другой ноги. Фактическое назначение этого удара, в общем, этот удар легче и безопаснее, выполняется с ближней ноги, поэтому, ну, как бы, отрабатывать или, допустим, Изучать это с дальней ноги это можно, то есть когда мы стоим, вот так развлачиваем, поносим удар, да? А применять лучше, конечно, когда ближняя нога впереди, вот с этой позиции. Приготовились и дальше пошли. Хорошо, теперь другой вид передвижения. Мы делали шаг сейчас, сейчас мы делаем вот такой подкоп, немножко подпрыгиваем, но не вверх, а вперед. Приготовились, поехали. Видите, я подпрыгиваю. Получается вот такая вот, раз-два вот это, да? С другой ноги. Вот так он режим. Следующий упражнение. Для того, чтобы хорошо закрепить, мы выполняем, ну, как на фазе зарядки. Т.е. мы поднимаем передвижение ноги, скажем так, скользим на опорной правой ноге, но осень мудро. Приготовились, поехали. И то же самое на другую ногу. Туловище держим, оборудование разбрасываем. Удары такие спокойные, легкие. Вот такой режим. Следующий момент. Удары с приседания. Стоять в боевой стойке, присели, при вставании удар в сторону. Сделаем шаг. Еще раз. Хорошо, на другую ногу. Хорошо, сейчас еще пролеем. Ударем прыщком. Мы немножко подпрыгиваем вверх. И наносим в сторону. На другую ногу. Туф! 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 Вот так он режим.